И рада, и рада, и рада, и рада, и рада, и рада. Вот она, юча, юча, юча. Во время кормежки, во время дойки, называешь ими, они быстро привыкают. Свои имена знают, хозяйку любят, едят с ладони. Для Антонины Гордиенко все ее козы как любимые домашние питомцы. 12 лет назад она взяла отпуск, завела козу и уже не вышла на работу. Коз теперь 40 и одна ослица. Мне сразу сказали, что не хочешь проблем в стаде, чтобы козы послись самостоятельно, заведи ослицу. Я завела. Если кто-то начинает шалить, она просто-напросто их ставит на место. Подойдет там, либо укусит, либо так это, боднет. Когда подходят к стаду посторонние люди, она делает кольцо и задом отталкивает всех от стада. Кстати, козы не дворняжки. Американские, альпийские, швейцарские породы. И за ее козлятами сейчас приезжают из-за границы. Породистость – главная причина, почему молоко этих коз не пахнет, объясняет хозяйка. Другая, не менее важная составляющая – корм, вернее, естественный выпас. В этом случае такая маленькая козочка дает по 5-7 литров молока ежедневно. Оно не жирное. Оно по своей структуре очень плотное молоко. Вкус пломбира называют, вкус мороженого, такого дорогого мороженого, вкусного. Половину молока хозяйка продает, другую пускает в творчество, варит сыры. Справа сыр с орехами, классический полутвердый. Есть и мягкий, как молодая брынза. Изюминка – белперкнолли, швейцарский сыр. С прованскими травами и паприка, и чили. А это в горчице. Меню обновляется по мере обучения хозяйки. Антонина хочет освоить все сорта. А вот увеличивать поголовье не планирует. Говорит, козы – не бизнес, а нечто большее. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком. Ой!